Объекты компании Ида, в отличие от других проблемных объектов Сочи, разбросаны по разным улицам – на Пасечной, Виноградной, Гагарина и Санаторной. Разная у этих домов и степень готовности не сходится и мнение дольщиков. Разобщенность привела к тому, что кредиторы в течение двух лет не могли выбрать внешнего управляющего и организовать встречу дольщиков. В итоге специалиста, который взял на себя управление делами предприятия банкрота, назначил арбитражный суд Краснодарского края. А собрание организовала администрация города, и оно стало первым, где собрался кворум, позволяющий принимать решения. Первое, что нужно принять обманутым дольщикам – это план внешнего управления, затем создать кооперативы, чтобы получить техусловия для проведения и подключения коммуникаций. Для решения этой проблемы глава города пригласил на встречу руководителей основных предприятий жизнеобеспечения курорта. Честно говоря, не наши полномочия. Я подключился, чтобы вы были уверены в том, что если вы сегодня примете внешнее управление, примете план внешнего управления, создадите кооперативы, то мы вместе с нашими руководителями предприятий жизнеобеспечения будем оказывать вам содействие. Содействие – это я бы понимал так, что сети, как я сделал по ЖК «Москва», что сети будут подключать не вы, не нанимайте никого, а вот если это вода, то будет водоканал подключать, потому что они принимают. Если это газ, то это пусть Гургаз будет подрядчиком. Могу вот еще раз сказать, что мы обязуемся оказать полное содействие в подключении к сетям. У объекта масса проблем, в том числе двойные и даже тройные продажи. Администрация города готова помочь потерпевшим гражданам и в юридическом сопровождении. У кредиторов есть возможность зарегистрировать право собственности, но для решения проблем нужен кооператив и его председатель. Это единственный на сегодняшний день способ выйти как-то из сложившейся ситуации. Я вижу, что за последние два года все-таки были сделаны большие подвижки со стороны администрации, скажем так, навстречу людям. Во многом люди, конечно, сами виноваты в том, что они не могут самоорганизоваться, не могут договориться между собой. В этом, конечно, большая сложность. Но еще раз хочу поблагодарить администрацию за то, что они нас собрали. Наконец-то состоялся кворум сегодня. И, надеюсь, сегодня будет принято решение по результатам голосования, которое всех устроит. В итоге план внешнего управления все же был принят. Как оказалось, кредиторы прыгнули в последний вагон. Буквально через три месяца объект мог перейти в процедуру конкурсного производства. И грозила это потеря имущества. Ну а пока у людей есть все шансы сменить статус обманутых дольщиков на собственников.